Я не вправе разглашать данные. Пожалуйста, держите меня в курсе. Экстренное совещание с советом директоров Кэпфан Энтерпрайзис назначено на 10 утра. Оно будет долгим, я позаботилась о ланче. Оно закончится в 11, не позднее. Ну, если вы намерены создать план при организации компании? Я оглашу детали. План уже разработан. Теперь все будет происходить очень быстро, Рэнфилд. А к чему такая спешка? Контрольный пакет у вас, напряжение начнет спадать? Напряжение возрастет, поверь мне. Что в этой коробке? Личные вещи Эйден Кэпфелл, я их упаковала. Надо бы заменить повсюду фамилию Кэпфелл на вашу? Пока не стоит. Но я подумала, что... Я не хотелось бы обсуждать каждое из моих решений, ясно, Рэнфилд? Извините. Я попросил тебя сделать сегодня утром одну важную вещь. Все сделано? Конечно, заказ должны доставить с минуты на минуту. Нет, ты ведь еще не уходишь, правда? Боюсь, что ухожу. Я собиралась приготовить тебе завтрак, но отвлеклась. Может, вместе пообедаем? Милая, я бы рад, но судья назначил слушание на довольно-таки позднее время, и я не знаю, когда освобожусь. Ничего, я тебя подожду. Я рада, что Эйден устранился от ведения дела. Да, но даже оставаясь за кулисами, он будет всем руководить. Как настроение? Хорошее. Правда? Да. Кэппел Энтерпризис всего лишь компания. Самое главное мы сохранили, да? Да, но ведь тебе должно быть обидно. Я рада вернуться к спокойной жизни. С тех пор, как все решилось, мне перестало казаться, будто я тону. Мне было тяжело водить за нос бара, пока мы пытались отделаться от него. Жаль, что я тебе не помог в этом. Но я не мог бросить расследование по делу Майкла, хотя, может, я занимался не тем, чем следовало. Нет, вовсе нет, иначе я сказала бы тебе об этом. Конечно, было бы славно, если бы ты занимался лишь тем, что заботился обо мне, но помочь Майклу твоя обязанность. А выискивать компромат на бара нет. Многие пытались спасти компанию, а Майклу помогал только ты. Спасибо, что избавила меня от сомнений. Обещаю, как только Майкл выйдет на свободу, я приложу все силы, чтобы заставить мистера Баррера. Нет, нет. Давай лучше проведем свободное время вместе. Мы редко видимся, я скучаю по тебе. Я учту, это моя красавица. Капитан моей судьбы. Я беспокоюсь за тебя. Единственное, о чем тебе следует побеспокоиться, это о том, чтобы сегодняшний обед оказался вкусным. И чтобы ничто не пригорело. Надеюсь, не пригорит. Я позвоню тебе. Хорошо. Что вам угодно? Пожилка для Ивана Кастильо. Кастильо? Это она. Да, спасибо. Да, секундочку. Спасибо большое. Наслаждайтесь цветами. Спасибо. Не смотри на меня. Что написано на карточке? Надеюсь, мы вскоре поговорим. Роберт. Невероятно. Я же сказала, что не желаю общаться с ним. Очевидно, он слышит только то, что хочет. Неужели он решил, будто я все прощу и стану с ним дружить? Как знать, что он решил. Иногда мне кажется, что он просто алчный. А потом я начинаю сомневаться. Почему? Пока не знаю. Но ты сама это почувствовала. Мы говорили об этом. Он явно питает к тебе какой-то интерес. Пытается понравиться тебе. Хотя не ясно, чего он добивается. Дорогой, ты говоришь об этом очень сдержанно. Мне приходится сдерживать эмоции, иначе я заставил бы его съесть эти цветы. Ты понимаешь? Да, вполне. Почему у тебя возникает ощущение, будто ты тонешь? Я говорила. Ты говорила, что чувствуешь себя напряженной, да? Ты мне не веришь. Дело не в том, что я не верю. Просто я пытаюсь представить себе всю картину, а она не складывается. Я всегда говорил, что верю в твои парапсихологические способности. Но это нечто иное. Не похоже на тот случай, когда ты видел Адриану в Париже. Да, я понимаю. Ничего подобного прежде не случалось. Поэтому я испытываю недоверие к Роберту Барру. Он вторгается в самые разные области моей жизни. Он утнил у нашей семьи компанию и пытается нарушить мой душевный покой. Меня не волнует, зачем. Я просто хочу это прекратить. Я отдам ему эти цветы и скажу все, что о нем думаю. Может, тогда до него дойдешь. Если хочешь, чтобы дошло, держись от него подальше. Я не хочу, чтобы он воображал, будто может проделывать подобные номера. Хочешь, я сам скажу ему это? Я готов. Заодно прослежу, чтобы он все услышал. Нет. Он должен понять, я настроена решительно. А если ты явишься вместо меня, он не воспримет это всерьез. Я должна сделать это сама. Он на заседании совета миссис Кастилья и просил не беспокоить его по пустякам. Если вы скажете, что пришла я, он меня примет. Полагаю, вы правы. Вы получили мою записку? Отлично. Иден, я вам уже говорил, я не хочу, чтобы вы, ваши родные, пострадали из-за происшедшего. Думаю, нам следует... Вы понимаете, что ваше поведение оскорбительно? Не присылайте мне больше записок и цветов. Я решила лично вернуть их вам, чтобы вы наконец уяснили. Нам абсолютно не о чем разговаривать. Мне кажется, сейчас ты больше расстроена, чем в тот день, когда узнала об исходе битвы. Победа Роберта Бара была для меня ударом. Он мне не нравится. По-моему, он преступник. А Крузу удалось что-нибудь о нем узнать? Нет, ничего. Но мне подсказывает интуиция. Когда он рядом, мне кажется... Что? Вот-то я тону. Подобные ощущения возникали у меня не раз, и я уверена, что это не случайно. Почему-то он вызывает у меня подобную реакцию. И ты говорила об этом Крузу? Да, но я только что побывала у Бара и вновь ощутила это. И не только давление воды, но и прикосновение пальцев, сцепленных у меня на горле. О, Господи, Ида. Я не могу сказать это Крузу. Он расстроится. А сколько длятся эти ощущения? Пару секунд. Но я заметила, что Бар в это время наблюдает за мной. Я повернулась, посмотрела на него. Он даже не прикоснулся ко мне. Но я задыхалась. Все это похоже на кошмар. Мама, это происходит только когда он рядом. Как будто мне что-то вспоминается, или... Или что? Или... Как будто я вижу то, что произойдет в будущем. Прекрати эту чепуху, а не бойся. Возможно, тебе просто очень долго пришлось скрывать свое истинное отношение к Бару. От этого любой начнет задыхаться. Но теперь, когда ты сможешь дать волю своему гневу, эти ощущения исчезнут. Вероятно, ты права. Мне бы хотелось, чтобы вместе с ними исчез и сам Роберт Бар, а наша жизнь стала прежней. Боюсь, дорогая, что Роберт Бар задержится здесь. И нам придется сталкиваться с ним. Но я рада, что ты не скрываешь этого от Круза. Почему? Просто потому, что это связано с другим мужчиной. Круза некого опасаться, и тем более Роберта Барра. Как ощущения? В каком смысле? Ощущения от первого дня, проведенного в качестве главы Кэпфелл Армонти Энтерпрайзис, разумеется. Ощущения превосходные. Заседание прошло удачно? Как предполагалось. А как прошла ваша встреча с Эйден Кэпфелл? Как и ожидал. Она забыла коробку с вещами. Я знаю. Я хотел отнести ее к ней в машину, но забыл. Распорядитесь, чтобы коробку срочно ей доставили. Да, сэр. Еще раз скажешь, да, сэр, я тебя уволю. Да, господин. Так-то лучше. Да, это Роберт Барр. Соедините меня с ним. Привет. Я нахожусь в помещении, которое у Кэпфеллов является овальным кабинетом. Что делать дальше? Эй! Привет. Привет. Слушание скоро? Сейчас начнется. Как прошла встреча с Барром? Хорошо. Надеюсь, теперь он оставит меня в покое. Прекрасно. Значит, все в порядке? Да, все. Я не хочу тебя задерживать. Иди в зал. Иден, что случилось? Ты опоздаешь. Я опоздаю, если ты не скажешь мне, в чем дело. У меня снова возникло ощущение, что я тону. Когда я была у него в кабинете. Но на этот раз мне показалось, будто кто-то пытается меня утопить. О, Боже. Милая, а ты не почувствовала связи с ним? Кросс, пора начинать. Привет. Иди в зал. Поговорим позже. Да. Слушай, мы разберемся, в чем тут дело. Я люблю тебя, милый. Я тоже тебя люблю. Ладно. Удачи. Спасибо. Спасибо. Надеюсь, вы пришли сюда неподолгу, служба, инспектор. Это частный визит, мистер Барр. Дело касается моей жены. А что такое? Я хотел бы узнать, каковы ваши намерения. Я вижу перед собой ревнивого мужа? Нет. Это слишком просто. Все гораздо сложнее. Видите ли, всякий раз при встрече с вами, я чувствую, что вам что-то нужно, Атыден. Дело не в деньгах. Вы не пытаетесь ее соблазнить, как мне кажется. Причина в другом. Я не знал, что вы увлекаетесь метафизикой, инспектор. Боюсь, я вас не понимаю. Все это меня бы не беспокоило, если бы не отражалось на настроении Иден. А как именно? У нее возникают странные ощущения. Ощущение угрозы, если угодно. Каким-то образом это связано с вами. Ей кажется, будто ее жизнь в опасности. Не вижу никакой связи. Я замечал, что порой она бывает задумчива, но я полагал, что ее беспокоят дела. А что она сама говорит? Скажите. Ей все это очень неприятно. Вы не знаете, почему с ней это происходит? Понятия не имею. Может, вам лучше спросить об этом Иден? Только она в состоянии найти ответ. Субтитры создавал DimaTorzok Все эти вещи находились в кабинете. Мне не хотелось, чтобы что-нибудь сломалось или потерялось. Поэтому я решил отослать их тебе. Я положил гребешок. Ты сказала, что он не твой, но я так не думаю. Расческа русалки – вещь волшебная, и всякий, кто завладеет ею, приобретает власть над Ундиной и может подчинить ее, возвращая ее тебе. Роберт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Все в порядке? Иден? Все в порядке? Говорят, сегодня необычайно высокий прибой. Прибой? Нет. Это зов русалки. Это зов русалки. С тобой все в порядке? Иден? С тобой все в порядке? Дорогая, что с тобой? В чем дело? Все нормально? Да. Что случилось? Ничего. Ты опять тонула? У тебя было видение? Ну поговори же со мной. Что здесь произошло? Ничего не получится. Точно. Получится. Нужно только... Для этого нужно чудо. Это такая же рухлядь, как я. Если этот мотор заработает, считай, что нам повезло. Сынок, есть объективные факторы. Один из них... Прости. Ой. Прости. Прости. Говорю тебе, они должны быть где-то здесь. Поцелуй меня. Сиси, не надо. Ты что-то видела? У тебя снова было видение, да? Ты снова видела, как тонуло? Я угадал? Ты видела что-то другое? Я лежала на песке. После того, как кто-то вытащил меня из воды, надо мной кто-то стоял. Кто-то знакомый? Ты видела его лицо? Я не разглядела. А потом... Там оказался ты. На берегу? Нет. На террасе. Я оглянулась и увидела тебя рядом. Потом... Все исчезло. Успокойся, все будет хорошо. Тебе уже легче? Да, я слишком долго просидела возле джакузи. Немного кружится голова. Сейчас пройдет. Ты уверена? Да, мне нужно немножко посидеть в холодке. Объясни еще раз, что ты видела? Я не знаю. Все видения переплелись. Но ты... Ты ведь кого-то видела? Это был мужчина? Думаю, да. Лица ты не разглядела? Нет. Значит, ты лежала на песке после того, как он вытащил тебя из воды? Может, он спас тебя? Спас тебе жизнь? Извини, я должен ответить. Отвечай, конечно. Кастильо. Это Итан Эшер. Мне нужно встретиться с тобой в твоем офисе. Итан, я хочу отдохнуть. Давай потом. Нет, дело не терпит. Это очень важно. Хорошо, я приеду туда как можно быстрее. Послушай, Итан. Итану понадобилось поговорить со мной. Поезжай. Мне лучше. Ты уверена? Да. Я еще немного посижу здесь и все. Ну ладно. Я буду скоро. Пока. Привет. Ну все. Довольно играть. Я хочу знать, что случилось на берегу и почему я ничего не помню. Может, ты сначала расскажешь мне, что ты помнишь? Ты знаешь обо мне что-то такое, чего я не помню? Я в этом уверена. Расскажи мне, почему ты так смотришь на меня? Смотришь и ничего не говоришь. Прекрати немедленно. Что? Прекрати манипулировать мной. Ты же видишь, что со мной происходит, когда ты рядом. И ты ничего не делаешь, просто стоишь. Я не знаю, что мне делать. Ты должен рассказать, что со мной случилось. Это не в моей власти, Итан. А что в твоей власти? Что в твоей власти? Успокойся. Сначала расскажи, что ты помнишь. Я плавала в океане. Не знаю почему, но вдруг я ушла под воду и начала тонуть. Потом увидела руку. Закричала. А потом кто-то вынес меня на берег. Я открыла глаза и увидела над собой кого-то. Это был ты. Дальше. Кто ты? Мы с тобой встречались? Да. Тогда почему я не помню? Я не помню, где я тебя видела. Я не могу сказать, Итан. Ты должна сама вспомнить. Вспомни, что чувствовала. Что чувствовала? О, Боже. Я ничего не понимаю. Дорогая? 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 Привет. Я думал, ты в постели. Ты вспомнила что-нибудь о том, что случилось на берегу? Нет. Я ничего не помню.